всем привет в этом уроке я покажу вам как безопаснее всего атаковать пе2 и ил2 все конечно в курсе что сейчас в игре пе2 очень опасен за своих стрелков которые стреляют мгновенно точно и неважно на какой скорости вы пролетите мимо и за какое время задней полусферы в общем лучше и вообще не атаковать ближе 300 метров на любой скорости так как стрелок может нанести повреждения поэтому лично я стараюсь атаковать пе2 только когда она идет на разворот подставляя всю площадь крыльев в лоб снизу и сверху а также сбоку на пересекающихся курсах атака в лоб снизу или сверху очень эффективная при таких атаках пе2 получает очень серьезные повреждения и можно сразу убить пилота чтобы произвести такую атаку нужно обнаружить пе2 на дальнем расстоянии чтобы успеть подготовить позицию для стрельбы так как возможно надо будет набрать высоты или сместиться в сторону для выхода на курс пе2 а это все время при атаке в лоб пилот пе2 не будет информирован стрелками и поэтому идет ровно давая хорошо прицелиться а если его атаковать в момент набора высоты где он имеет очень малую скорость то точность стрельбы возрастает в разы и соответственно он уже никуда не полетит и забудет о бомбардировке цели когда вы его пробьете стрельбу при атаке в лоб лучше начинать с расстояния 500 600 метров так как скорость сближения будет высокой и нужно успеть удерживать верные упреждения ориентируясь по трассам и самое главное после атаки у вас должна оставаться скорость для отворота в сторону иначе пролетая без скорости позади пешки вы попадете четко под атаку стрелка пешки поэтому у вас должна быть скорость и после атаки сразу уходите в сторону не идите прямо если лобовая атака не получилось и вы увидели пе2 поздно и не смогли построить атаку в лоб то нужно действовать следующим образом так как вы уже обнаружены то скорее всего пилот пе2 оставит самолет в горизонт сядет за стрелка и будет ждать когда вы начнете на него заход сзади чтобы обойти такую защиту пе2 я нашел ключики для ее взлома такая защита взламывается не быстро но зато такая атака эффективна и максимально безопасна все дело в том что я ухожу в сторону от пе2 и начинаю ее обгонять находясь на ее высоте после чего я поворачиваю ее сторону имея почти прямой угол при котором верхний стрелок не может по мне стрелять так как я нахожусь вне зоне обстрела давайте сядем за стрелка и посмотрим насколько он может повернуть роль в сторону сейчас я сижу за верхнего стрелка пе2 35 серии как вы видите движение пулемета в сторону ограничено очень сильно и стрелять по противнику можно только когда он на 6 получается что при атаке сбоку стрелок ничего не может сделать мы появляемся у него в зоне обстрела на мгновение а если мы будем проходить через эту зону на уровне его хвоста то он вообще не сможет стрелять так может повредить хвостовое оперение у пе2 87 серии стрелок имеет чуть больше радиус обстрела а также установлен новый пулемет калибра 12 7 из-за чего эта пешка становится более опаснее чем пе2 35 серии но все-таки нет возможности стрелять под углом 90 градусов и контролировать заход сбоку а также остается лишь доли секунды на стрельбу что малоэффективно тем более мы будем пролетать на уровне хвоста пе2 или чуть ниже если на пе2 87 серии стоит модифицированная модель турели то это уже более серьезная проблема так она может разворачиваться на угол 90 градусов и у нее стоит пулемет калибра 12 7 миллиметров но зато управление ее не такое быстрое поворачивается она медленнее и не может успеть за быстрым передвижением самолета противника если посмотреть на бокового стрелка то его обзор и зона поражения совсем ограничена такой стрелок может быть опасен когда игрок постоянно сидит за этим пулеметом но обычно сидят за верхней строку ну а нижний стрелок опасен только когда бот им управляет когда игрок сидит за стрелка то вообще ничего не может сделать при атаках сбоку а так как мы проходим на уровне хвоста то и нижний стрелок там ничего не может сделать теперь давайте посмотрим глазами стрелка как происходит атака с левой стороны относительно стрелка я буду делать атаки правильные с правой неправильные которые будут начинаться они с нужной позиции и поэтому скорость прохода пересекающихся курса будет низкой что даст возможность стрелку пострелять по мне чтобы правильно построить атаку нам нужно идти сбоку от пешки с большей скоростью чем у нее и занять нужную позицию для начала захода здесь принцип простой чем больше дистанция тем больше нужно выдвинуться вперед пешки но лучше иметь боковой интервал метров 600 700 при такой дистанции нам нужно находиться как минимум вровень с ней поровнявшись с ней начинаем смещение в ее сторону выдерживая прицел на траектории полета пешки готовясь к выстрелу как я уже говорил в уроке по атаке бомбардировщиков и штурмовиков стрельбу нужно вести от кабины до хвоста начиная стрелять от кабины можно убить пилота затем идет переход на стрелка и крылья после них на хвостовое оперение где можно выбить рули или отстрелить киль как видите атаки слева относительно стрелка более быстрые и под более прямым углом а так и с правой стороны начинаются с позиции позади пешки практически то есть соответственно нам придется догонять пешку что приведет к медленному пролету за ее хвостом и можно получить от стрелка так делать не нужно что предпринимает пилот пи-2 когда видите такие атаки он сразу понимает что все идет не по его плану и какие-то атаки немец строит неправильное что-то как-то даже не могу по нему попасть пострелять я таких заходов раньше не видел думает он некоторые пилоты начинают маневрировать пытаясь уклониться от атаки тем самым ухудшая свою ситуацию в таких ситуациях оставайтесь однокровными не нужно отходить от плана действий стройте заходы также под прямым углом возможно не всегда это будет получаться но здесь главное проскакивает зона поражения стрелка очень быстро для этого нужно иметь или большую скорость или прямой угол при пересечении курсов когда вы подготавливаете позицию для захода идя сбоку от пи-2 и выходя чуть вперед пилот пи-2 может повернуть на вас и атаковать поэтому внимательно следите за пи-2 и не пропустите этот момент если он будет если такой момент будет то вы сразу доворачивайте нос на пи-2 и если видите что он не успевает довернуть на вас то атакуйте его в лоб если видите что может довернуть и проатаковать то просто уходите чуть выше нее в сторону ее разворота не давая дотянуть нос до вас таким доворотом пи-2 может сильно слить скорость а чем меньше скоростью пи-2 тем легче ее сбить если не удается сбить пи-2 до цели и она пикирует на нее то не нужно бежать за ней поливать ее вися у нее на 6 уже поздно она все равно сбросит бомбы но обычно пешки делают по несколько сбросов значит будет несколько заходов и ваша задача подловить пи-2 на развороте после сброса сбросив бомбу пи-2 начинает набор высоты обычно и делает разворот в этот момент у нее очень маленькая скорость вас не может достать стрелок ему очень сложно по вам попадать что у вас будет большой угол и у вас будет хорошая скорость а вам легко попасть по ней так как она полностью раскрылась и подставляет всю площадь крыльев в конце урока вы можете посмотреть множество атак пи-2 с новым способом атаки и не только сейчас давайте рассмотрим способ атаки самолета ил-2 что хотелось бы сказать про атаку ил-2 это конечно не пи-2 и пить ла намного проще но если навели хороший пилот то могут возникнуть трудности обычно хорошие пилоты летают без стрелка так как стрелок утяжеляет ил-2 и он становится менее маневренным таким пилотам нужен именно маневр чтобы резко выполнять от атак и быстро доворачивать нос на противника стреляя ему догонку в большом расстоянии так как ил-2 имеет мощное вооружение то даже одно попадание может привести к потере самолета чем же заключается ошибки синих пилотов почему их сбивает ил-2 первая ошибка это потеря контроля за противником после атаки они не видят что делает ил-2 вторая ошибка это отсутствие заранее выполняемого маневра от контратаки ил-а третья ошибка это выполнение маневра недопустимого в данной ситуации который скорее всего выполняется из-за первой ошибки вот из-за этих трех ошибок пилоты ил-2 стреляют в догонку и зарабатывают киллы посмотрите что нужно делать чтобы ил-2 не смог по нам пострелять после атаки вот мы делаем заход скорость у нас много выше чем у ил-2 но и не такая высокая чтобы мы не смогли быстро отвернуть поэтому на такой скорости нельзя атаковать так чтобы после атаки выйти вперед ила почему нельзя объясняю если мы проскочим ила только потом начнем уходить в сторону или вверх то ил-2 получает минимальный угол то есть фактически он у нас на 6 теперь и если мы не делаем от ворот в сторону увеличивая угол то он может срезать нашу траекторию и отыграть угол что приведет к выстрелу по нам и возможно к сбитию на рисунке показано как и когда нужно делать отворот и также показано как не нужно делать такие отвороты можно сделать без проблем на скоростях до 60 км в час если скорость выше то напор воздуха не дает эффективно работают рулем высоты мы не можем быстро поменять направление и после атаки пролетаем вперед прям под атаку ила таких случаях нужно воспользоваться хитростью и обмануть противника если мы видим что ил-2 начинает наводить на нас нос для выстрела то мы ставим самолет крылом вниз например на левое крыло противник в этот момент думает что мы сейчас начнем поворот влево и готовит заранее выставку упреждение а мы даем немного ручку от себя на секунд пять после чего выравниваем самолет и опять немного даем ручку от себя все вы уже далеко и в безопасности такая хитрость также хорошо работает и против истребителей противника когда вы их проскакиваете и вам могут выстрелить в догонку когда мы делаем отворот после атаки внимательно следим за противником если он пытается развернуть на нас нос то нужно стараться залететь ему за спину не давая сделать выстрел по нам весь маневр ил-2 строится на остатки скорости чем больше у него скорость тем дольше и быстрее он сможет заложить вираж или высоко выпадут за нами пытаясь выйти на огневую позицию если так получилось что мы метров в 300 400 перед ил-2 то никогда не нужно лететь ровно и тем более уходить в вираж одна загранительная очередь и вы сбиты если есть немного высоты сразу разгоняйтесь например при разгоне примените хитрость что я описал выше спустившись к земле летите между деревьев очень низко и постоянно менять направление ил-2 может прицельно стрелять на один километр поэтому разрываем дистанцию более километра и идем вверх подготавливая атаку на ила если ил-2 нас видит то он будет пытаться постоянно уходить под нас не давая сделать заход на него такая защита взламывается следующим образом я не сохранял такие атаки поэтому не могу показать вариант с ил-2 но смысл я думаю вы поймете из атаки истребителя такой же ситуации занимаем позицию прямо над илом например на высоте 500 метров ил-2 под нами не важно будет он стоять в вираже или лететь прямо так как после начала нашей атаки он начнет подкручивать свою траекторию под нас наша задача спускаться по спирали на малой тяге или вообще можно убрать тягу идя за илом но уже мы будем находиться не прямо над ним а немного позади него в стороне чем дольше и резче он будет пытаться закладывать вираж тем меньше скорости у него останется что для нас очень выгодно как только мы видим что ил-2 слил всю скорость или начинает выходить из виража выпрямляя траекторию для набора скорости мы сразу производим атаку после атаки уходим в противоположную сторону виража ила и докручиваем траекторию за его спину уходя от контратаки если она будет лучше конечно сбивать противника когда он нас не видит особенно подлавливая его на развороте это самый эффективный способ атаки поэтому всегда старайтесь незаметно подойти к противнику выждать самый нужный момент для атаки пусть даже нам придется немного сместиться в сторону и подкорректировать курс но зато нам потребуется только один заход после которого противник уже будет сбит или очень сильно поврежден вот в принципе и все что я хотел рассказать сейчас вы можете посмотреть разные атаки чтобы наглядно посмотреть запомнить как они выполняются есть старые записи где только начал тестировать новую атаку p2 выбирая нужные углы для атаки и оцениваю безопасность таких атак уроки я рассказал вам конечный результат который является самым безопасным при атаке p2 на этом у меня все я прощаюсь с вами увидимся в следующем уроке пока в следующем уроке Продолжение следует... 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 я у тебя левее левее на 9 часов внизу по нулям иду за пешкой машина танки блять вот и все так я так я так Продолжение следует...